Музыка Этот найденыш сегодня поступил в городской приют. После тщательного осмотра ветеринарам, кота ждала небольшая врачебная манипуляция, на вид напоминающая вакцинацию. Хвостатому вели специальный чип. Процедура быстрая и безболезненная. Чип это своего рода электронный паспорт. Он присваивается животному методом инъекции, то есть происходит имплантация микросхемы, которая закутана в стеклянной микрокапсуле, абсолютно совместима с живыми тканями. Заживление после инъекции происходит достаточно быстро, и в среднем это около 3 дней, максимум 7 дней. Чип от производителя несет на себе уникальный 15-значный номер, первые 3 из которых означают страну, для которой был произведен микрочип, следующие 4 обозначают дата производства и номер партии, и оставшиеся – это как серия номер паспорта человека, то есть это уже уникальный номер животного. По электронному паспорту можно узнать кличку, окрас, породу животного. Данные о кастрации и вакцинации тоже будут доступны. В базу попадет и контактная информация о владельцах. Владелец, прошедший чипирование, когда по каким-то даже очень серьезным семейным обстоятельствам ему придется распрощаться с своим животным, что как бы очень печально, он уже не выбросит его на улицу, а все-таки, я думаю, что доставит в приют. В городском приюте на сегодняшний день уже чипировали более тысячи собак и кошек. Наш хвостатый герой смело выдержал процедуру и получил свой паспорт, который прослужит 25 лет. Систем существует много, как и по всему миру, так и в России. Самая популярная база, которая уже не один десяток лет существует, это Animal ID. Есть вторые по популярности базы Animal Face. Они друг с другом интегрируются. То есть, куда бы вы не внесли информацию о животном, эта информация поступит и в сторонние базы. В государственных ветеринарных клиниках пройти чипирование можно абсолютно бесплатно. Главное – хорошее самочувствие животного. Кстати, сегодняшний чипированный код уже обрел нового хозяина. Через две недели, когда хвостатый пройдет все необходимые процедуры, он переедет из приюта в новый дом, где его уже очень ждут. Обживленный электронный паспорт поможет питомцу не потеряться снова. Камила Караманова, Алекс Брудиус, информационное агентство «Импульсевера».